Добрый день, дорогие друзья. 15 апреля у нас на календаре, середина теплого, ну где-то теплого, где-то не очень теплого весеннего месяца, наверное, самого напряженного в новейшей истории человечества. Мы сейчас начинаем наш черепной вебинар. Небольшой эхо, раз, я думаю, оно с самым временем сейчас учизнет. Так вот, начинаем вебинар, посвященник в режиме Испании. Говорить будем о том, что покупает с недвижимостью страны, говорим будем о том, какие ожидания могут быть людей, которые работают на испанском рынке недвижимости, о том, что может, где сюрпризы могут ожидать тех, кто хочет купить испанскую недвижимость прямо сейчас или в ближайшем времени, вообще кто это делать, как на испанской недвижимости можно будет заработать, если вообще можно будет. И собеседник, и сегодня друг Александр Ташевский, руководитель компании «Испано Тур». Александр, привет. Всем привет, дорогие друзья, привет, привет. Итак, мы говорить будем в течение примерно часа, полутора часов. Уже у нас начинается, начинал свою работу чат, в котором вы можете оставлять свои сообщения. Никодим был первым, Никодим написал «Здравствуйте, товарищи». Да, к сожалению, есть у нас небольшой грех по звуку, но я надеюсь, в ближайшее время мы эту проблему устраним. В любом случае, сначала мы некоторое время поговорим о текущей ситуации даже не на испанском рынке недвижимости, а в принципе в Испании, что сейчас происходит. Затем поговорим, дадим некоторые прогнозы на будущее и отдельно, собственно, коснемся вопроса, ну, как стратегически может измениться испанский рынок, да и вообще на недвижимости европейских стран, ну, по результатам вот этой пандемии, которая, безусловно, затронула все сферы нашей жизни. Итак, начинаем. Александр, тогда сразу первый вопрос к тебе. Да, первый вопрос к тебе. Ну, где ты сейчас находишься? Я вижу, ты находишься у себя в офисе, то есть в центре города Теревьеха. Что сейчас у вас происходит в Теревьехе? Вот прямо сейчас, 15 апреля, 2020 года. Еще раз всем добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Карантин у нас, конечно, продолжается. Запрет на перемещение по территории наших регионов запрещен. Можно поехать только в ближайший супермаркет, можно поехать только в ближайшую аптеку и все. Только компании, которые занимаются строительством, сейчас продолжают строить. Ну, и руководителям компании выдали специальное разрешение, которое позволяет перемещаться по территории наших городов. Переезжать из города в город нельзя мне, но приехать в офис, закрыть офис и работать я пока могу. Означает ли это, что сейчас тебе в офис никто не приходит? И означает ли это, что ты просто пришел, офис изнутри закрыл? В общем, в том твоя работа и заключается. Вот сейчас на вебинаре сидишь и все. Да, я выезжаю каждый день, работаю онлайн с нашими клиентами, с нашими партнерами. Провожу онлайн собрания с нашими сотрудниками, даю им задания, они отчитываются, что сделали. Мы не сидим просто и не смотрим сериалы, как многие. Мы используем это время полезно. Изучаем новые технологии продажи недвижимости, подстраиваем сейчас, сделаем изменения в нашей работе, для того, чтобы, учитывая данную ситуацию, немного выйти на, когда откроется карантин, закроется вернее карантин и на всю пусть это работает, чтобы у нас были какие-то новые способы, которые мы уже готовы. Сразу отвечу на вопрос Владимира. Да, запись вебинара, безусловно, будет. Запись вебинара будет и на портале Прианру, и у Александра на его канале, который мы чуть позже, безусловно, представим. И будет отдельная статья на Прианру. Ну, завтра или послезавтра она выйдет. Обычно мы на следующий день выкладываем, но всегда, возможно, некие временные у нас еще затруднения, потому что работы довольно много, вот, и, соответственно, может быть, не в четверг, а в пятницу, соответственно, материал выйдет. Ну, Александр, вот пошли первые вопросы, у нас сейчас параллельно идет трансляция в Facebook, но все-таки прокомментируй, пожалуйста, несколько фотографий. Это же центральные улицы Теревьехи, а вот тут наверху это просто пляж. То есть, ну, вот в реальности испанцы действительно так напугались, и карантин соблюдают просто идеально в Аликанте, в провинции Аликанте. Ну, конечно, слово напугались, наверное, сказать нельзя, потому что испанцы одни из самых смелых стран, людей, скажем так, на земле. Я очень уважаю эту нацию, но скажу, они очень законопослушны, они становятся ранее, конечно, когда я еще приезжал сюда, самый первый раз приехал в Испанию в 2002 году. Немного испанцы, они только-только вошли в Евросоюз, объединение с Европой, знаете, когда перемешиваются нации. Вот сейчас, конечно, испанцы очень похожи на немцев по законопослушию и очень похожи на нас по умению вести праздники. Вот так я скажу. Поэтому они, конечно, везде спрятались по всех картинках, на всех видео, которые я выпускал у нас на канале. Последнее видео делал обзор в автомобиле, проехался по нашему городу Релакоста, и там не было ни одного человека. Только могут собираться люди возле супермаркета, как я уже и говорил. Поэтому, ну, только законопослушаю, по большому счету. Конечно же, некоторые закрылись у нас, допустим, в комплексе, сейчас люди находятся просто закрыты и даже не выходят из своих домов. Я соседям машу рукой, они даже не пересекают калитку свою, да, они не выходят из-за двора на общую территорию. Они просто помахали и все, и сидят там. И такое-то время. Скажи, а магазины, там, доставка как-то работает, ну, как люди все-таки обеспечивают себя питанием, и насколько сейчас там уже аташ какой-то в магазинах есть? Там две недели назад он был, неделю назад его уже не было. Что сейчас происходит? Очень спокойно сейчас все происходит у нас, абсолютно спокойно. Ситуация складывается так, что в магазинах не пускают много людей одновременно, ставят специальные очереди. Можно зайти, условно, там, небольшой магазин по 10 человек, в больших магазинах, конечно, побольше людей. Но на самом деле, как-то это все не тот же этаж, я его не вижу. На парковках автомобилей возле супермаркетов большого количества нет, продуктов огромное количество, большой выбор, люди спокойно ходят. Очень хорошо развита сейчас доставка продуктов, питания на дом. У нас многие компании, которые работали, они просто сейчас развиваются, развиваются, так как у них сейчас есть разрешение на перемещение, и развитие идет, конечно. Еще раз просто обращусь, если мы к нашим зрителям, действительно, с некоторых браузеров платформа ClickMitching работает не идеально. Идеальный вариант Google Chrome. Просто перезагрузитесь, как правило, проблема в 99 случаях из 100 исчезает. Но если, повторюсь еще раз, все-таки не исчезает, мы с Александром нашу запись предоставим и, безусловно, на наших порталах, и на канале в YouTube и компании «Испанатур» и портала «Прианру». Кстати, пока, если вам будет интересно связаться с Александром, ну, наверное, уже после завершения нашего вебинара, контакты компании я предлагаю просто сейчас в чате опубликовать. Саш, ну, давай поговорим немножко именно о рынке недвижимости в текущих условиях. Фактически работа ведется сейчас только удаленно. Что делается и что не делается сейчас на рынке? Пожалуйста. Я спал на многих вебинарах сейчас, которые проходят в мировой системе интернета, и многие участвовали во многих прогнозах, что будет, что происходит сейчас. Я смогу одно сказать. Сейчас делать какие-то прогнозы очень сложно, так как, первое, во-первых, во всем мире, в частности в Европе, рынок недвижимости просто замер. Слово «замер» не потому, что он в плохом состоянии, ни в коем случае, не в хорошем, не в плохом, просто замер, когда, знаете, остановился человек просто отдышаться. Такая же ситуация сейчас у нас. Соответственно, у нас нет продаж, у нас нет показов, мы не имеем права показывать недвижимость, мы не имеем права оформлять купли-продажи. Да, мы можем это делать онлайн, я имею в виду по доверенности. Нотариусы работают, их нотариусам я, допустим, прихожу, и банки работают, я прихожу туда, делаю работы по доверенности, но на самом деле самой продажи нет. Соответственно, сказать, какая-то ситуация изменения. А что такое изменение на рынке недвижимости? Это изменение цены, прежде всего. Изменения цены пока никакой нет. Даже паники нет у тех, многие мне клиенты наши пишут, Александр, что будет с товарищным жильем, а что будет с первичным жильем, будет ли падение. Пока, вы знаете, продавцы выжидают, чем это закончится, покупатели надеются, что это сильно упадет в недвижимость, условно, в некоторых странах, там, россияне мне пишут, особенно, у них сильно упал курс, они говорят, возможно, рынок упадет на 20-30 или 50%. Ну, я вам скажу, что экономика у нас намного сильнее, чем та же самая Россия, Украина, Белоруссия. Соответственно, на самом деле, я не думаю, что будет огромного такого падения. Конечно, откат какой-то произойдет в ценовой категории, условно, в моем понимании, 15-20%, но, опять же, это мой опыт тех кризисов, которые были. В 98-м году я продавал недвижимость, в 2008-м году я продавал недвижимость. Соответственно, формула всегда одна. Я думаю, откат здесь будет, тем более, это не тот кризис экономический, который был раньше. Это сейчас ситуация из-за пандемии, по большому счету, из-за того, что просто люди не могут производить товары, не могут их продавать и обмениваться деньгами. Банковская система немного приостановила свою жизнь. Если мы говорим и сравниваем, ну, опять же, любое сравнение, корректно, некорректно, не будем сейчас оперировать такими терминами, все равно сравнивать хочется. История 2008-го года повлияла на Испанию весьма и весьма сильно, но все-таки рынок испанский, ну, к 2008-му году подошел, ну, мягко скажем, в несколько шапкозакидательском настроении. В чем принципиальная разница? Ну, я могу сказать, как специалист в этом деле, то, что когда рынок подходил в 2008-м году, я продавал недвижимость уже в Испании в это время, и могу сказать точно, что рынок подошел с большим количеством ипотек. Условно, если на 10 сделок всегда было, когда было 8 ипотек и только 2 сделки было за деньги, условно, 80%, то, сами понимаете, проданная недвижимость 80% не подтверждена была ничем. Соответственно, была проблема. Сейчас ситуация ровно наоборот. Когда-то мы делали сериалы, рассказывали об этой истории, и я хочу ее повторить, о том, что сейчас ситуация ровно наоборот. 3 сделки из 10 – это ипотека, и 7 сделок из 10 – это живые деньги. То есть в экономику Испании приходили деньги живые. В основном наши клиенты – это северные народы, шведы, норвеги, бегицы, соответственно, они заходили без ипотек. И наша экономика сейчас более устойчива, нежели была раньше. Поэтому, думаю, что не будет такого страха, как был в 2008 году. Ну, кстати, раз уж мы… Ты как раз заговорил о… Назвало северные народы, у нас как раз пришел вопрос из Швеции от нашего зрителя. Ну, вот в Швеции действительно карантинной истории такой жесткой нет, люди ходят на показы. Но, опять же, жилье, ну, по данным нашего зрителя, упало на 10, иногда на 20%. Это не средние цены, но просто есть такие предложения. Если у человека есть настрой купить в Испании, и он, в общем, ожидает, что цены снизятся, да и ты говоришь, что все-таки некого снижения ждать можно. Как правильно поступить? Просто, ну, там, заявить о своем желании и быть готовым в любой момент побыстрее совершить эту сделку? Или, ну, назвать, ну, твоей компанией или любой другой свои условия и потом просто, ну, там, держать руку на пульсе? Как правильно? Можно… На примере нашей компании я могу рассказать, что делаем сейчас мы и что необходимо делать другим компаниям. А самое главное, мы сейчас, как говорится, делаем, готовим наших покупателей. Мы обучаем сейчас, мы занялись занятием тем, что мы обучаем наших покупателей разными способами. То есть потенциальные покупатели, которые у нас есть контакты, те покупатели, которых у нас нет контактов, но мы сейчас с тобой вещаем через всякие программы. Мы делаем всякие выпуски по YouTube-каналу о том, расскажем о том, что необходимо для того, чтобы купить недвижимость в Испании. Ну, давай по порядку. Первое, то, что ты сказал, что будет все-таки будет снижение цены и когда это произойдет. Какие мои рекомендации? Да, конечно, я думаю, что, дай бог, нам объявили, сказали, что числа 13-15 мая предварительно, опять же, карантин наш закончится. И мы начнем с тадии выхода из карантина. Две недели потом запустят выход из карантина. То есть мы сможем выходить, но с определенными ограничениями. Соответственно, все начнут работать. Люди, которые, потенциальные покупатели, хотели купить недвижимость. Я им рекомендую сейчас просто заходить в интернет, искать какие-то компании, кто активно сейчас работает. Потому что, первое, кто сейчас активно работает? Те компании, которые хорошо стоят на ногах. Профессионалы. На самом деле остаются профессионалы. Чем данная ситуация еще хороша этим небольшим кризисом? Тем, что те компании, которые работают плохо, у них нет, скажем так, экономического запаса у себя. Они просто сейчас замолкли, сели и не работают со своими клиентами. Потому что у них нет просто на это средств, чтобы существовать. Соответственно, вы сейчас можете контактировать с всеми компаниями, которые вам помогут рассказать, какие необходимы документы. Что важно при оформлении ипотеки. Какие нужны рассрочки. Покупки недвижимости. Рассрочку, кстати, это будет тема следующая на нашем сегодняшнем обзоре. И многое другое. Соответственно, клиент, когда приезжает к нам, через 2-3-4 месяца, он не просто покупатель, а он профессиональный покупатель. Что я сейчас прогнозирую? Я думаю, сейчас где-то в мае месяце, в июне будет небольшой спад. Даже не то, что небольшой. Процент там на 20. Многие компании сейчас строительные предлагают уже скидку в районе. Ну, я уже смотрел мои предложения на почту. Они приходят где-то 5%, где-то 8%. Одна компания предложила на 12% скидку. Некоторые компании, я про новое жилье сейчас говорю, некоторые компании предлагают сейчас только какие-то подарки. На вторичном жилье все стоит на месте, скажем так. В таком случае получается, что если будет даже откат в мае, в июне, в июле, вот этот, знаете, паника, стресс. И во время паники идет падение. Вот это падение произойдет. Кто-то запаникует, кто-то удержится. Соответственно, благодаря тому, что сейчас наши страны, во-первых, европейское содружество друг другу помогают. Сейчас Европарламент решает вопрос о помощи странам, которые пострадают от этой пандемии. Дальше. Еще есть помощь внутри страны. Страна будет своим предпринимателям помогать. Соответственно, все назад потихонечку откатится. И, конечно, в итоге, я думаю, предполагаю, что где-то с сентября, октября, к концу года все более-менее стабилизируется. Да, конечно же, цена не откатится назад на 20%, которая, я предполагаю, падение, она откатится, условно, на 10%. Но снижение на 10% я не думаю, что это существенно. Всегда можно было даже в старые времена, условно, там, 3 месяца назад поторговаться за вторичное жилье и 10% получить скидку. Поэтому вот это мои такие оптимистичные прогнозы. Но, опять же, хочу повторить то, что если сейчас не внесут какие-то изменения, ну, например, если не продолжать еще карантин на 2 месяца, тогда можно будет говорить следующее потом. Сейчас я говорю то, что происходит сегодня, и сегодняшнее состояние рынка недвижимости вот такое. Скажи, пожалуйста, ты уже начал отвечать на этот вопрос, но все-таки уточнить хотелось бы. Принципиальная разница в поведении, в поведении предложений на первичном рынке недвижимости и на вторичном, она возможна? То есть все-таки вторичный рынок – это значительно большее количество потенциальных продавцов. Соответственно, это люди с очень разными финансовыми ситуациями. И как раз вот, может быть, там можно ждать каких-то, ну, совсем вот таких точечных, точечных. Ну, понятие задержанного спроса он всегда был во время особенно кризиса. Когда человек, который планировал купить себе недвижимость, условно, в марте, и кто-то хотел купить недвижимость в апреле, он ее не купил. Он все равно решил уже покупать, он приедет в мае, он приедет в июне. И те, которые планировали на июнь, они сойдутся во все в одном месте, да? Соответственно, это желание, это желание. Но и те, которые хотят продать, та же самая ситуация у них. Та же самая ситуация. Кто-то хотел продать, не продал, и теперь эта недвижимость перейдет. Обычно у нас там в марте мы продали определенное количество недвижимости. А в марте реально мы сейчас не продали ничего. И эта недвижимость перейдет на апрель. В апреле мы получим новую недвижимость. Конечно, сейчас будет переизбыток предложений. Соответственно, когда предложений больше, спроса меньше, а многие решат не покупать сейчас, побоятся что-то покупать, вкладывать, то, конечно, за счет этого цена на вторичном рынке всегда быстрее падает, чем на первичном. Ну и сами знаете, чем дешевле жилье, тем быстрее оно падает в кризис. Чем дороже, тем меньше оно страдает. Был ли у тебя в компании за последние, ну, допустим, две недели, месяц, за последний месяц, середины марта, хотя бы один пример, когда тебе позвонило частное лицо, частный продавец, и сказал, снижаю, нужно срочно продать? Честно скажу, никто не позвонил, те, которые у нас выставили свои квартиры в продажу, ни один человек не позвонил, что я хочу продать срочно. А вот скажу, интересный такой момент, статистика, прям уникальная, удивительная. 15 числа в Испании началась эта карантинная система, и буквально, наверное, до 22-25 марта вообще просто затихло. Обычно мы получали огромное количество контактов каждый день от наших потенциальных клиентов. Они звонили по разным причинам, кто-то получал консультации, кому-то интересовала недвижимость, кто-то кому-то бить на жительство, неважно. Но вот в этот период все затихло, люди испугались, как я говорю, паника. 22-25 немножко начала живать. Я вам скажу, после, вот, условно, 5 апреля активизировались интересы, появилось много новых покупателей, которые не говорят о том, что я хочу купить дешево, просто говорят, я хочу купить сейчас, приехать, я так понимаю, у вас сейчас выбор будет больше. Я говорю, да, конечно. И действительно, сейчас вот каждый день все прибавляется, прибавляется людям, которые хотят, которые заинтересовались покупкой. Соответственно, я думаю, что это может быть как-то стабилизировать этот провал предложения, спрос и предложения. Окей. Вот тут поступают вопросы, сейчас про несколько из них обязательно отвечу. Ну вот, о, Ирина как раз опередила меня. Действительно, ну, устно отвечать на налоговые вопросы довольно тяжело, там цифры лучше посмотреть. Я хочу сказать, при покупке, какие изменения планируются? Ну вот, собственно, да, давай, сейчас я, Ирина уже начала отвечать на этот вопрос, а мы с тобой тогда поговорим про поведение испанских властей и вообще испанского, ну, испанского правительства. Как оно сейчас влияет на страну в целом и отдельно на рынок недвижимости, ну, в частности, там на агентов, на застройщиков и так далее? Ну, что касаемо застройщикам, разрешили сейчас работать именно только застройщикам, разрешили работать со вчерашнего дня, продолжили строительной компанией работать, а это большой плюс, то, что многие клиенты, которые дали резервы на длительный срок, там на 5-6 месяцев, на год строятся, пока его жилье, они уже не переживают, потому что я сделал видео и показал, что строительство продолжается в ваших объектах, не переживайте. Ну, это первое, это благодаря этому испанское правительство дает такое разрешение, там, где нету большого скопления людей между собой, не общаются, это такое. Что касаемо помощи государству Испании, ну, наверное, во всех моментах, условно скажем так, полиция ездит, не только помогает, не только, вернее, контролирует, чтобы мы не ходили нигде, они оказывают помощь, если кто-то звонит, нужна какая-то помощь, даже физически, кто-то не может открыть дверь и что-то, происходит всегда полиция рядом. На самом деле, у нас полиция, это просто, я думаю, что все видели в интернете много всяких таких видео, где полиция играет на гитарах, развлекает народ, помогает, и все полиции аплодируют. Ну, что касаемо медицины на высоком уровне, сейчас все друг другу помогают. Я, на самом деле, не знаю, как с волонтерами сейчас все происходит, какая ситуация с помощниками, но вот то, что касаемо государственных органов, все в идеальном состоянии. Ну, и по поводу помощи финансовой, наше валенсианское сообщество, где мы находимся, скажем так, наше сообщество Валенсиана, тоже выдает вся помощь разнообразного типа, я сейчас не буду их себе перечислять. И государство Испании предлагает о том, что будут у нас помощи для всех обычных сотрудников, которые работают по контракту. Реально, ты какую помощь, твоя компания, какую помощь как агентство недвижимости получила? Ну, вот я сейчас запросил для себя, я для себя сейчас запросил эту помощь, которую как предпринимателю, которому я могу ее получить, скажем так, ну, почему нельзя, почему нет. И еще государство Испании выплачивает 75% для сотрудников зарплаты, часть зарплаты 75% сейчас она оплачивает, пока фирмы не могут, во время карантина не могут работать. И, соответственно, часть зарплаты, которую необходимо выплачивать, государство Испании 75% оплачивает. Часто. Пошел следующий блок вопросов, спрашивает наша зрительница. По кредитам, что ты можешь сказать, твой прогноз, ну, до кризиса вот этого, собственно, кредиты выдавали, но не столь вольготно, как это было в 2007-2008 годах. Что происходит сейчас? Сейчас, первое, по поводу помощи продолжу и кредитов. Помощь как раз связана с кредитами. Сейчас государство Испании предлагает предпринимателям беспроцентные кредиты на определенный, небольшой, конечно, срок, для того, чтобы помочь бизнесу самому, который существует, малому бизнесу в Испании. Это по поводу кредитов. Беспроцентному хочу ответить. Второе, самое главное, о том, что кредиты сейчас направо и налево будут предлагаться, так как уже всем нашим жителям, которые здесь находятся, каждый банк прислал о том, что если вам необходимо куда-то, куда-то, мы можем вам выдать помощь в виде кредита, там, полпроцента, процентно. Ну и думаю, что кредитная система будет сейчас работать, потому что если будет помощь от государства Испании или будет помощь экономическая от Евросоюза, то эту помощь не заведут просто раздать бедным, как у нас обычно в наших странах это делали. Это заведут через кредитные системы, дадут просто недорогие кредиты для покупки того же самого жилья. Многие люди сейчас остаются на улице, для того, чтобы можно было купить недвижимость в рассрочку, а не снимать эту квартиру, то это будет более лояльно. До момента 15 марта, скажем так, у нас немножко усложнились кредитные условия, на самом деле, раньше была фиксирована ставка, она была, процентная ставка в Испании сегодня от 2,5 до 4,5 процентов, в зависимости от вашей стороны, вашего паспорта и в зависимости от ваших доходов. Но была всегда фиксирована плата, то есть если вы покупаете недвижимость и платить должны 250 евро каждый месяц, то вы будете платить все 20 лет, например. Сейчас половая ставка изменилась в связи с изменением евребора, то есть европейской банковской ставки. Но это не совсем, наверное, это хорошо, как морально, только морально, потому что материально это на самом деле, условно, было раньше 3,2 процента, а потом оно станет через полтора года 3,3 процента. Ну, условно, 1,1, это небольшое изменение. И предполагаю, мои прогнозы о том, что сейчас банки будут активно давать кредит, активно, но более тщательно будут проверять ваши документы. Но я правильно понимаю, что сейчас говорить о конкретных ставках, в общем, не приходится, потому что, ну, или какие-то запросы в банки вы сейчас делаете. Вы сейчас делали какие-то конкретные запросы, что-то вот, и что банки отвечают? Я понимаю, что главные офисы работают, но изменений никаких никто не производит. Объясни, почему? Потому что мы не знаем, чем это все закончится. И банки тоже понимают, непонятно, чем закончится, какую помощь окажет государство через банки нашим гражданам. И они тогда посмотрят, чем можно помочь. Пока была ставка вот такая, 2,5-4,5 процента. Ну, смотри, давай сейчас еще раз подытожим, потому что есть несколько вопросов, все-таки, если мы говорим о текущей ситуации, о текущей реальности. Итак, март месяц, сделок не было. Технически, может быть, что-то совершить можно, но практически эта история нереальная, потому что ты объект показать не можешь, человек приехать не может, а все-таки 95% покупателей покупают, а это как посмотреть объект. Ну, я могу сказать, что мы, конечно, до этой ситуации, мы в прошлом году, в прошлом году, мы продали 4 или 5 объектов онлайн. То есть, человек не видел квартиры, посмотрел по картинке, мы сняли для него видео, отослали, он по этому видео купил. Почему? Потому что мы сняли еще 10-20 видео для него, показали, какие другие квартиры сравнения, и он не мог приехать. Даже один случай был, когда одна клиентка из Германии приехали, купили, у нас сразу 2 квартиры онлайн. То есть, они купили сначала, прислали доверенность, мы все оформили, а потом только все это закончилось. Ну, они первый раз, конечно, приехали к нам, сделали у нас доверенность и открыли счет. Все остальное мы делали уже потом онлайн. Ну, это как плюс. Поэтому я думаю, что сейчас мы на самом деле работаем, ну что, я сейчас вот хожу в банки, подписываю документы по кредитам, подготавливаю кредиты клиентов, которые, допустим, приедут в мае или в июне, как предположительно. То есть, банки у нас работают. Предварительная работа по ипотекам все-таки продолжается. Перед тем, как задать следующий вопрос, я попрошу скинуть в чат две ссылки. Первая ссылка на наш проект, который мы делали в совместный проект компании «Испано Тур» и портала «Приан.ру». Там целых 25 серий. Мы выпускали его. Это были очень интересные. Да, очень здорово было. Это мы делали весь прошлый год, по сути. Ну, во второй половине прошлого года история выходила. И заодно хочу просто обратить внимание, сказать, что у нас будут проходить вебинары. И вот хочу просто, чтобы в чате появилась страничка о следующих вебинарах наших. Да, вот «Приан.ру ивентс». Мы следующую неделю и через неделю будем также проводить вебинары. И с Александром еще, безусловно, тоже на наших вебинарах встретимся. Саша, давай все-таки такой момент. Ты сказал о ситуации на текущий момент. Но все-таки, предположим, уже ходят такие разговоры, что до, допустим, конца лета границы не откроют. Это правда. Предположим, теория есть. И более того, их же могут, условно говоря, открыть в Испании. Допустим, в Испании, пожалуйста, из Испании можно будет ехать во Францию, можно будет ехать в Италию. Тоже не факт, но некое промежуточное решение. А вот, например, российскую, украинскую или белорусскую границы либо здесь, либо там не откроют. И, соответственно, все более-менее здорово, но приехать будет невозможно. И, соответственно, часть покупателей не приедет. В этом случае, ну, не хочется уж совсем быть алармистом, но давай и такой тоже вариант рассмотрим. Если рынок собирает на 4-5 месяцев, это уже что, 30-40-50% скидки, это там массовое разорение или все-таки и здесь ситуация может быть повеселее? Ну, во-первых, по поводу того, что если это будет длиться условно до 1 сентября, действительно разговор идет о том, что это будет Испания закроет свой туристический сезон до 1 сентября и будет внутренний туризм. Об этом разговоры идут и практически я не знаю, чем это закончится. Предположительно, конечно, если мы говорим об отделе аренды, то аренда, конечно, пострадает очень сильно. В основном наш клиент все-таки были северные народы, там, где холодно и сыро, они приезжали к нам отдыхать надолго и платили хорошие деньги. Что касаемо продажи недвижимости, я уже наблюдаю за нашими коллегами, которые работают уже в серии недвижимости в Испании. Многие перепрофилируются сейчас активно, прямо сейчас, вот сегодня делают разные трансляции для внутриевропейского рынка. Предположительно, что Европа откроется внутри себя и закроется на внешний приезд. Соответственно, конечно же, те покупатели, которые у нас были из России, Беларуси, Украины, Казахстана, они просто не приедут для того, чтобы выбрать недвижимость. И онлайн они уже ее не купят, но очень сложно это сделать, даже при низкой цене на недвижимость. Соответственно, провал, возможно, продлится, как я говорил, минус 20, возможно, будет и минус 30, возможно, но тогда продавцы могут просто замереть и снять ее с продажи. Потому что зачастую многие из них покупали данную недвижимость условно на 20% дешевле и продавать на 40% просто не будут. Они снимут с продажи недвижимость, тем самым стабилизируют спрос и предложение. Если, ну вот просто давай на примере, допустим, вот твоей компании из, ну, условно говоря, там 100 клиентов, какая доля была, ну, из бывшего СССР и какая доля была европейцы за пределами Испании? Ты знаешь, она была как-то так сезонно, ну, на удивление, ну, не то, что сезонно, а как-то так периодами было. Одно время было то, что у нас большое количество было из Советского Союза. Первое время, наверное, сколько? Сколько процентов? 30, 40, 50? 30, 40 процентов клиентов, нет, сначала было где-то 50-70 процентов граждан Советского Союза. Беларусь в основном это была, Украина, Россия, Казахстан. Вот эти четыре стороны были основные наши покупатели, 70 процентов. И немного приезжали там из Литвы, Латвии, из Германии. Но со временем тенденция поменялась, соответственно, и мы начали по-другому себя позиционировать на мировом интернете. Соответственно, у нас много появилось клиентов из Латвии, Литвы, из Германии. Немцы очень хорошо покупают недвижимость в Испании. Ну, из других стран, из Франции, даже у нас были клиенты, много клиентов, скажем так, ну, как много, 5 клиентов. За последние два года были из Канады, клиентов, наверное, 5 было из США, но и с других точек мира. Поэтому, конечно же, перепрофилироваться сейчас всем придется на европейский или на мировой рынок, минуя страны, которые пострадают от курса, который сейчас меняется, курс валюты я имею в виду. Соответственно, ну, будем что-то делать, менять как-то позицию, потому что жить Канада сегодня. Вопрос, как могут продавцы снять предложение в случае сильного падения? То есть технически как это происходит? Говорят, все, ну, убираем с продажи? Звонок происходит, мы на самом деле, мы с нашими клиентами, которые выставляют недвижимость в продажу, мы с ними контактируем два раза минимум в месяц, да, там, каждые 15-20 дней, мы звоним нашим клиентам, отчитываемся перед ними, какие у нас были показы, сколько раз мы квартиру показали, пишем всегда отзывы клиентам, покупателям потенциально, что им не понравилось в данной квартире, кому-то цена, кому-то месторасположение, кому-то состояние квартиры, чтобы хозяин понимал ситуацию, что мы работали и что не нравится в его недвижимости. И он потом иногда бывает, ну, давайте снизим цену там или еще как-то. То есть это всегда происходит в виде контакта. Периодично, когда мы будем разговаривать, конечно, кто-то нам позвонит, когда мы будем разговаривать о снижении цены, он скажет, ну, снижать больше не хочу, там, в два-три раза снизу, к примеру, я так полагаю, давайте, наверное, снимем с продажи. Ну, и все, вот так произойдет. Хотя, снимем с продажи, это не значит, что заврать у нас ее вообще с продажи. Просто мы приостановим, она останется у нас в рекламе везде, мы просто скажем, она пока всегда с продажи. Конечно же, если клиент скажет, по этой цене я готов ее продавать, или не покупать, покупатель потенциально скажет, я готов купить, условно, квартиру за 70 тысяч, если рыночная цена сейчас, условно, 60, и мы предложим это хозяину, хозяин, конечно, с удовольствием продать ее, немного поторгуется. Такой еще тогда вопрос, раз ты затронул сам эту тему, ну, предположим, действительно, границы как-то ограниченно открывают, да или вообще неважно, ограниченно, неограниченно, вопрос, связанный с арендными перспективами. Ну, вот на сегодняшний момент, ну, рынок аренды, он находится, наверное, еще в большей неопределенности, чем рынок жилья, потому что, ну, покупать, может быть, что-то и будут, когда какие-то минимальные ограничения будут снимать, но для того, чтобы рынок аренды, тем более рынок аренды курортной недвижимости поработал, необходимо, чтобы границы просто были открыты, то есть тут минимальные послабления недостаточны, поскольку у нас, ну, вы же занимаетесь довольно плотной арендой, с чем вы сталкиваетесь сейчас, и, ну, вряд ли тут вы чем-то можете помочь человеку, которого не знали, но все-таки, насколько серьезная проблема. Да, конечно же, конечно же, сейчас будет большой спад по аренды, у нас большой объем квартир, которые мы когда-то продали, мы теперь сдаем в аренду, наша команда специализируется на этом, в том, что мы продаем недвижимость, в последующей сдаче в аренду. Соответственно, конечно, сейчас наши собственники в большом переживании, но из опыта предыдущих кризисов, вот такой ситуации, когда вот происходил спад на покупку, покупатели не могли покупать, не могли покупать, хочу отметить, не было возможности финансовать, а многие покупали себе недвижимость для того, чтобы приезжать, отдыхать, но отдыхать они все равно будут, так или иначе, поэтому потратить деньги, 100 тысяч на покупку квартиры, может, он еще не найдет, а вот поехать в Испанию, посмотреть, какая она Испания, он, наверное, найдет какую-то, наш кредот, скажем так, по-русски, какую-то сумму. Соответственно, сейчас, в этом сезоне, мы, конечно, будем в провале, это однозначно, предварительно наблюдать то, что происходит сейчас. Опять же, неизвестно, если откроют нам границы. Если откроют границы, конечно, все будет нормально, стабилизируется. И опять же, не используемый спрос, люди, которые хотели приехать в мае или в июне, вернее, которые хотели приехать в мае или в апреле, они приедут к нам отдыхать в июне, и в июле, и в августе, соответственно, будет какой-то тоже переизбыток. Давай, такая история. Вот, предположим, я собственник, и я сдаю квартиру в аренду. Имеет ли мне смысл сейчас, ну, какие-то действия предпринять? Понятно, май потерян, я уже... Или не потерян, или... Ну, хоть одна аренда у вас хоть была за это время, может быть, каким-то образом. Кто-то кого-то отселил. Вот у меня, например, друзья отселили своих старых родственников, чтобы их, не дай бог, не заразить, в отдельную квартиру. Вот, может быть, такая история. Есть люди, которые застряли, которые перемещаются между собой, конечно, они заселяются в такие квартиры, цены на аренду немножко снизились сразу резко, потому что, ну, сами понимаешь, ты ниже... Немножко или резко? Ты сказал, немножко, но резко. Насколько снизились? Опять же, может, пример какой-нибудь. 15-20 процентов, в следующем суточное условно, сейчас же не сезон, но на суточное условно 40 евро, в среднем, я беру, на среднюю квартиру с одной спальни, 40 евро сейчас, 40-50 евро, ну, снизилось до 33-35, до 30 евро в сутки. По-разному. Есть, конечно, на рынке люди, которые занимаются условно нелегально, они сдают сейчас и по 10 евро, и по 15, для того, чтобы лишь бы что-то заработать на хлеб. Но это норма. Ты говоришь сейчас о Теревьехе цены называют. Да, сейчас о Теревьехе, но у нас недвижимость в аренду сдается в городах Орела Коста, Теревьеха, Ламата, ну, в этом я говорю, в Коста-Бланке-Юг. Если, ну, если мы берем все города, там, Коста-Бланке-Юг, например, какая-то зависимость между параметрами города и возможными перспективами, ну, то есть какой-то, там, ценой недвижимости и перспективами, то есть какая недвижимость пострадает сильнее, я, ну, в любом случае, ты уже называл цифры и 15, 20, и до 30, и 40, если вся эта история затянется. Но, господи, все слова уже перепутал. Мы говорим о доступном жилье или о жилье, может быть, там, более высокого уровня? Кто пострадает сильнее, кто слабее, на что здесь можно рассчитывать? Ну, в мире вообще стандартно это элитное жилье страдает меньше, дешевое жилье страдает больше. Но у нас немножко по-другому все оценивается. Объясню, почему. Потому что у нас хорошее жилье – это жилье, которое находится на первой линии моря. Меньше всего пострадает жилье в ценовой категории, я имею в виду, упадет в цене, та недвижимость, которая находится именно на первой, первой линии моря, где окна смотрят на море, где перед тебе парк или какой-то пляж, там, леса. Объясню, почему. Первая линия моря, она всегда будет, если будет. Условно, на территории Испании, по всем побережью, только она одна. И чем дальше мы будем удаляться от моря, тем будет цена все ниже, ниже, и спрос на эту недвижимость всегда меньше. Даже если недвижимость находится, условно, там, дорогой дом, поставим на трех километров от моря, он все равно начнет падать в цене, потому что, скорее всего, выберут за эти же деньги какую-то недвижимость ближе к морю, потому что ее будет легче потом перепродать, ее будет легче потом сдать в аренду, то есть она будет более ликвидна. И еще один вопрос, если мы говорим о новостройке и авторичке, вот коснемся вопроса новостройки. Я, кстати, хочу сказать, что завтра мы тоже обсудим этот вопрос, и не только в применении в Испании, и на нашем вебинаре в другом, немножко анонсируя, но сейчас вот именно по Испании с тобой хочу обсудить. Ты представитель агентства, соответственно, ты работаешь с застройщиками, ты говоришь, что некоторые застройщики цену уже начали, ну, там, сбавлять, приходят в некие предложения. Ну, аферта называется, финичное предложение, это не на все с ним, на какую-то квартиру, которая на нижнем этаже, наверху, на ее идут снижения, не на все. Имеет ли смысл, имеет ли смысл, ну, сейчас просто на всякий случай проявить большую настойчивость, если интересен какой-то проект тебе, обратиться и сказать, уважаемый застройщик, готов бронировать, готов покупать, если 15% скидываешь, все, бронирую. И вообще, как сейчас могут, давай в среднесрочном прогнозе, если мы говорим, что все-таки в июле ситуация более-менее стабилизируется, допустим, как правильно строить отношения покупателю с застройщиком, если взгляд со стороны покупателя? Строители, могу однозначно сказать, этого не смогут сделать, когда со строителем торговаться практически невозможно. У них есть определенное правило, определенные расчеты, где они говорят, мы можем для всех одинаково скинуть 8%, условно, да, вот они берут и делают предложение, и выпускают ее в интернете, что мы сейчас снижаем, допустим, на данный комплекс, потому что осталось там 6 квартир, скидка 8%, все. Прийти со строителями поторговаться практически невозможно. Можно попросить у них какую-то скидку в плане того, что подарков, бытовая техника они могут подарить на сумму, условно, там, 3-5 тысяч, какую-то мебель на сумму 5-6 тысяч, в итоге это получится 10 тысяч, посмотрим в ценовой категории, там какие-то 5% скидка будет. Вот так это возможно. Предлагать строителям? Нет. У строителей это все расчет, и если они начнут эти работы минусами, легче переждать. И было в 2008 году и в 2011 год много строительных компаний, которые переждали, они остановили свою стройку, заморозили ее, не продавали за без цен, выждали до 2014 года, и в 2014 году эти же компании продолжали дальше продавать, и продавали по тем же ценам, которые продавали до бизнеса. Поэтому я думаю, что сейчас не та ситуация, которая была сложная тогда, намного проще. На самом деле сейчас ситуация намного проще. Финансовое состояние покупателей не такое плохое, как было раньше. Финансовое состояние строительной компании не такое плохое. Сейчас в основном строительной компании Испании практически никто не пользуется ипотеками, они все работают за свои деньги. Я говорю о крупных компаниях, не о тех, у которых там условно построят 5 домов. Владимир, 5% 5 тысяч, значит реально купить новострой за 200 тысяч, не за 20. За 20 тысяч в Испании вряд ли купишь, но если 5% это 5 тысяч, то 100% это 200 тысяч. Соответственно, за 200, да, за 5, видимо. За 20 тысяч у нас таков нет, видимо. Ничего страшного. Скажи, пожалуйста, если мы все-таки сейчас говорим о дистанционной сделке, ты рассказал более-менее подробно о таком эмоциональном выборе, да, то есть как человеку стать профессионалом. Почитать материалы там у вас на сайте, у ваших коллег на сайте, на приеме материалов по Испании более чем достаточно читать, не перечитать. Соответственно, составить какое-то свое представление, но все-таки какие-то практические шаги, приближающие тебя к покупке. Вот Ирина уже начала ответить, начала отвечать на этот вопрос, но все-таки что ты реально можешь сделать? Счет в Испанском банке покупатели сейчас могут открыть или нет? До этого момента обязательно личная присутствие при открытии счета. Я слышал, что кто-то там одна компания говорит, рекламирует себя, что мы можем онлайн открыть вам счет в Испанском банке. Но я обращался к ведущей, опять же хочу отметить, к ведущей банки Испании, где мы говорим, что первая присутствие обязательно собственника для того, чтобы открыть счет. Обязательно. Один раз появится, все остальное можно сделать по доверенности. Сейчас, как сейчас банки будут себя вести, если такая ситуация, возможно, могут разрешить по доверенности. Возможно. Мы не знаем. Давайте подождем до 15 мая. Прости, 15 мая это что такое за час икс? Сейчас объявили о том, что, вот сегодня вышла новость о том, что до 13 мая будут продлевать возможность. 22 числа, 22 апреля объявят о том, что до 13 мая продлят карантин еще нам. Я предполагаю, 13, если мы выйдем на работу, условно, там 14-15, можно уже будет что-то говорить. Такая еще новость, она сегодня прошла. Немножко меня, ну, легко, скажем, заинтриговала. Просто зачитаю ее, а ты просто прокомментируешь, может быть, в Испании что-то известно чуть больше. Значит, новость о том, что новый указ в Испании позволяет заставить владельцев сдавать пустующее жилье. Якобы есть указ, опубликованный Министерством транспорта, мобильности и городского развития. Государство будет компенсировать новым жильцам стоимость аренды, а новые жильцы – это уязвимые категории населения, которым срочно необходимо жилье, и государство ищет способы для их размещения. То есть там жертвы домашнего насилия, даже бездомные. Никакой экспроприации недвижимости нет, но как бы владельцев будут, ну, как-то стимулировать, сдавать такие объекты. Ну, звучит немножко диковато, но из довольно авторитетного источника мы эту новость брали, например, Анру. Что это вообще такое, о чем речь? Ну, давай я скажу свое мнение. Я тоже сегодня это утром читал, немного удивился таким заявлением. Во-первых, закон о праве на частную собственность, неприкосновенность, она существует везде. И этот закон, это право вписано в Конституцию. Конституция является главным законным документом номер один в любой стране. Соответственно, любой указ не может соперничать с Конституцией. Соответственно, или надо вносить изменения в Конституцию, или как-то указ нет, не соответствует. Поэтому я думаю, что возможно это будет, но не в такой форме, как написали сейчас, где-то читал в СМИ. Конституция – это главный закон в любой стране, но тут, я думаю, не все наши читатели согласятся, но никаких имен не называем. Где-то главный закон, где-то не главный. У всех все по-разному. Саш, такой еще вопрос, если мы говорим об арендных ставках. Значит, если собственник, вот у него есть квартира, немножко об этом начали говорить, собственник хочет приобрести, сдавать свой объект в аренду, уже сдает, сдавал в прошлом году. Что ему сейчас нужно сделать, чтобы все-таки оказаться в первых рядах сдавших и хоть что-то в этом году заработать? Может быть, имеет смысл резко снизить цену и постараться найти какого-то арендатора на долгий срок. Или, может быть, сейчас уже на июль, на август, просто, не знаю, то, что 70 стоило до 40 спустить. Тем более, все-таки ты же сам говоришь, что с большой вероятностью сами-то испанцы, может быть, и поедут. А вот поедут ли другие арендаторы из той же Северной Европы, это все-таки отдельный вопрос. Как разрешат? Ну, могу добавить, могу, давай отвечу по поводу именно аренды, аренды ситуации. Что делать? Первое, мы сейчас пытаемся перепрофилировать некоторые квартиры, которые плохо сдавались в аренду, а сейчас им сдаваться еще хуже. Предлагаем собственникам сдать их на длительный срок, чтобы был какой-то стабильный доход. Ну, это первое. Второе, то, что я предполагаю, во-первых, Испания это европейское государство, и многие испанцы внутри страны, когда была нормальная ситуация, они многие летом, зимой, неважно когда, уезжали. Кто-то в Германию, во Францию, по всему миру путешествовали. Если же как будет закрыт, скажем так, арендный сезон на летнее время, то испанцам не получится поехать туда, и они нам компенсируют часть наших туристов из Норвегии, Швеции или России, они нам этих клиентов компенсируют, так как они поедут внутри страны, потому что выехать за территорию они не смогут. Это предположение вот такое. Поэтому провал, конечно, будет, но думаю, сейчас изменится сам клиент наш, который испанец. Испанец, он немного, конечно, балованный уже, потому что денег приехал, через лет приехал, увидел все, а испанец начинает требовать, тут же приехал, начинает требовать какие-то скидки. Возможно, да, немножко будет сложнее, но я думаю, что компенсация каких-то клиентов у нас все-таки произойдет. И снижение, ну, а снижение то, что ты сказал, ну, конечно же, будем менять что-то, посмотрим, как будет рынок. Опять же, рынок аренды, он очень такой мобильный, и можно цену на недвижимость изменить в течение 20 минут, условно. Вот у нас стоят, допустим, наша реклама стоит там на 20 площадках по всему миру по аренде. Ну, возьмем в частности Booking.com, к примеру. Да, надо изменения сегодня произвести, просто менеджер сел, кнопочку нажал, и вместо 55 поставил 52. И все, изменение цены уже произошло. И люди тут же нашли нашу квартиру в первых городах. Кто первый сделал демпинг, то ту же квартиру уже сдали. Поэтому, если смотрим, спрос пошел в течение 20 минут или там в течение дня, мы немножко поднимем цену. И мы так всегда на самом деле регулируем, в любое время, даже не в кризисах, регулируем цену. Если немножко раз спало, дождь пошел, а люди смотрят, когда летят сюда, откладывают свою поездку через неделю, они по погоде смотрят. Мы сразу раз на это время снизили цену. Жара началась, мы цену подняли. Насколько активно ваши менеджеры по аренде работают сейчас, последние 3-4 недели? Они что-то меняют? Как часто? Ну, какие-то примеры. Или они сейчас не меняют практически ничего и по большому счету… На самом деле перемещаться сейчас нашим сотрудникам реально по объектам, если говорить об объектах, нельзя. Главный менеджер наш, она имеет право, Ольга, она имеет право перемещаться по территории города, она делает сейчас у нас, скажем так, ревизию всех объектов, которые не сданы. Мы, где у нас сейчас не живут люди. В некоторых квартирах люди застряли на месяц и живут уже месяц. Она делает ревизию, смотрит, что там произошло, как и техническое состояние. Остальные менеджеры ведут переписку с нашими потенциальными постоянными клиентами, потому что много клиентов, которые к нам приезжают из Швеции, Норвегии, Бельгии, неважно, из Европы, они уже приезжают к нам постоянно несколько лет подряд. Соответственно, мы с ними пишем переписку, узнаем, как у них ситуация, поддерживаем контакт, и только какая-то возможность у них за интерес появится к поездке, конечно, мы будем делать для них индивидуальные какие-то скидки и какие-то индивидуальные предложения. Условно, бесплатный трансфер из аэропорта, мы вам предложим, то есть цена останется та же, а бесплатный трансфер из аэропорта, он обойдется для них 80 евро, а они уже сэкономят. Ну, как бы тоже хороший подарок. Вопрос совершенно эмоциональный, нерассчитанный, но, может быть, у тебя какие-то найдутся аргументы в ту или в другую сторону, потому что, ну, действительно, сейчас когда вопрос задам, ты поймешь, что, в общем, он такой, пальцем в небо в известном смысле. Никогда, ну, там, в новейшей истории, в истории новейшего рынка зарубежной недвижимости мы не сталкивались с проблемами не только финансовыми, но и медицинскими. Есть определенный страх, ты куда-то поедешь, испанская медицина, ну, по крайней мере, там, понятно, что врачи борются, все очень здорово, но сказать, что она как-то себя замечательно зарекомендовала, тоже не скажешь. Не получится ли так, что люди, даже когда откроют границы, предположим, тут даже рассматривают, давай, идеальный вариант, все, в июле их открыли, в течение года, полутора, двух люди просто не будут ездить из-за опасения, там, второй волны. Есть ли у тебя здесь какие-то аргументы, и в зависимости от этих аргументов, можно ли ожидать вообще принципиального передела рынка аренды? То есть, скажем, люди перестанут покупать недвижимость для того, чтобы сдавать ее в краткосрочную аренду. Сразу несколько вопросов задал, давай по порядку. Людям хочется свободы, на самом деле, всем, и кто сейчас сидит в такой ситуации, как мы в карантине, во весь мир, на самом деле, да, как только откроют, все постараются куда-то полететь, все постараются куда-то поехать, это однозначно. Поэтому думаю, что, да, конечно, возможно, это все повлияет, как ты говоришь, но так или иначе, людям все равно придется приедать. Я упустил мысль, честно скажу, ты много вопросов задал подряд. Значит, первый вопрос, значит, ты говоришь, что спрос на туристические поездки, ну, связанные, допустим, с арендой недвижимости, по твоим ощущениям, ну, после открытия границ, он не снизится значительно? Он снизится, он снизится, условно, давай так, опять же, мое мнение, опять же, мое мнение, это субъективное мнение, снизится, условно, на 30%, да, но потом... На сколько? На 30%, снизится на 30% и компенсируется в течение месяца-двух, компенсируется внутренним рынком, внутренними потребителями. Тогда, если мы, ну, предположим, давай совсем ситуацию рассматриваем, это уже 25 раз пальцем в небо, но все-таки... Да, ну, давай, хорошо. Хорошо. Вот заканчивается этот год, ну, будем надеяться, что все-таки там вакцину изобретут, ее каждый день изобретают, у меня просто, не знаю, у тебя, у меня почта как раз завалена миллионами изобретений новых вакцин, скоро вам кошки на улицах изобретут все вакцины, но что-то как-то пока ничего не работает, я в этом не специалист, лезть глубоко не буду. Но не суть. Закончили эту историю, идет следующий сезон. Твое ощущение, в следующем сезоне предложений, вот изначально предложений будет больше, спрос будет больше, количество людей, которые в этом году захотят покупать недвижимость с тем, чтобы сдавать ее в аренду через год, через два, через три, не получится ли, что ли, этот рынок? Давай отвечу, давай отвечу, пока вот мысли есть, у меня такая интересная. Ну, во-первых, мысли есть, я предполагаю, предполагаю то, что большинство клиентов, которые покупали недвижимость ранее, они перепрофилируются, станут другие покупатели у нас, появятся, ну, условно, в январе, ой, не в январе, в сентябре и туда пошли дальше, да? Появятся клиенты, которые захотят купить недвижимость в рассрочку, которые захотят купить потом недвижимость в ипотеку. Соответственно, ипотеку необходимо каким-то образом платить. Многие пойдут на рынок недвижимости, чтобы ее сдавать в аренду. Предложения появится много очень. Соответственно, рынок будет перенасыщен. Сам понимаешь, все, каждый второй будет это все сдавать в аренду и захотят получать прибыль, чтобы компенсировать свои расходы. Но, ты говорила, в предыдущем разговоре мы были, поедут ли люди в пандемию, как она сыграет на эту ситуацию, как это сыграет на то, что люди побоятся потом приехать в Испанию. Поверь мне, что на все работает реклама. Если хорошо, правильно показать, как здесь все изменилось и ничего страшного нет, буквально за месяц-полтора можно изменить человеческое мнение, особенно про Испанию. Испания всегда была впереди планеты всей. Номер один курортом в Европе. Номер один. Самая популярная. Да, сейчас там Турция соревнуется с нами, но на самом деле это так. И поэтому я думаю, что вот это два плюса вот этих могут между собой положительно сыграть на рынок аренды недвижимости. Курорты Скандинавии тоже, кстати, очень неплохи. Скажи, пожалуйста, если мы говорим о целях покупателей, посмотрим со стороны продавца и посмотрим со стороны потенциального покупателя. Со стороны продавца есть основные цели у покупателей. Или покупаешь для инвестиций, или покупаешь для иммиграции, этого вопроса мы, кстати, еще не касались, или покупаешь для себя любимого. Мы с тобой, когда общались год назад, ну не год назад, а в мае, разговор был о том, что там, условно говоря, 10% покупателей так или иначе задумываются о переезде, процентов 20% покупают для себя, процентов 70% инвестиция. На твой взгляд, может ли измениться эта пропорция и как? И второй вопрос, если я покупатель, зачем мне сейчас покупать недвижимость в Испании или присматриваться к ней? Зачем? Ну давай на первый. Я думаю, что добавится категория покупателей, те, которые хотят получить вид на жительство в Испании. Этих клиентов добавятся. И статистика та, что последние вот эти 10-15 дней, которые мне клиенты пишут, это те клиенты, которые хотят купить недвижимость, чтобы переехать в Испанию. Большое количество обычно во время любого кризиса в тех странах, где плохое состояние экономики, скажем так, они пытаются эмигрировать. Это было и в 2008, и в 1998 году. Эмиграция происходила как раз ровно после кризиса, где совсем выжить невозможно, люди ехали в экономически развитые страны. А Испания и являлась экономически развитой страной среди всех мировых стран. Не говорим о Европе, хотя в Европе она достигла уже чуть ли не пятого места. Соответственно, эта категория добавится, и клиентов этой категории будет больше. Так как рынок будет перегрет, клиентов на перегрет, рынок аренды будет перегрет, клиентов купить недвижимость в последующей сдаче в аренду будет поменьше. Хотя те, которые купят недвижимость в расстрочку и в ипотеку, они так или иначе будут вынуждены квартиру сдавать в аренду, чтобы компенсировать свои расходы по содержанию данной недвижимости. И вопрос от одного из наших зрителей. А что думает Александр по поводу официальной информации королевства о том, что 450 тысяч людей в Испании потеряли работу? Вот это тоже повлияет на компенсации на внутреннем туризме? Хороший вопрос, спасибо большое, кто задал этот вопрос. Я вам расскажу, что после каждого кризиса... Вообще, что такое кризис? Кризис – это очищение на самом деле, экономический кризис. Это очищение от некачественной работы, очищение от некачественных программ, очищение от всего неуспешного. Соответственно, и в данной ситуации то, что сейчас происходит, у нас – это очищение. И если на рынке уйдут, скажем, большое количество безработных появится, то, скорее всего, взять даже нашу компанию или какую-то другую компанию. Многие говорят, что нет, мы увольнять не будем. Я скажу так, что в любом случае многие компании будут вынуждены кого-то уволить. Кого они уволят? Как вы, дорогие друзья, думаете? Обычно увольняют того человека, который самый непригожий в нашей компании, условно. Который не отвечает по всем требованиям компании, всем требованиям компании. Который плохо выполняет свою работу. То есть люди, которые, на самом деле, им надо искать не в офисе работы, условно, а на стройке. Они пойдут просто на стройку. А появятся те люди, которые займут их место. Хороших людей. Да, хороших людей будет, конечно, очень большой дефицит. То есть качество сотрудника будет большой дефицит. Ну, это есть очищение, оно все стабилизируется. Приедут большое количество иммигрантов, которые получат вид на жительство в Испании. И приедут сюда иммигранты. Кто приезжает, особенно последние 5-7 лет, кто приезжает, получает вид на жительство, живут здесь. Люди, бизнесмены из своих стран. Из Белоруссии, Украины, Казахстана. Люди, которые образованные. Люди, которые, по сути, бизнесмены. Которые вносят в экономику Испании деньги. Которые могут сами организовать рабочие места в Испании. Соответственно, я думаю, что благодаря вот таким людям, как и было бы в 2008 году. Провал первый год. И потом опять взлет. И уже буквально до марта месяца была такая ситуация. Летом, особенно этим летом. На работу строителя найти невозможно было. Ну, я в частности говорю, побережье Кустобланка, допустим. Здесь у нас огромный, конечно, строек. На стройку, на ремонт, в баре, рестораны. Везде были, требуется, 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 требуется. Вот такая ситуация была. И я думаю, что благодаря этому очищению будет просто новый виток взлета. По итогам нашего вебинара, я думаю, создать топ-5 мемов, которые можно будет потом использовать. Фраза «кризис – это очищение» я до тебя слышал от какого-то серьезного церковного служителя. Но там эта фраза из его уст звучала просто. Боже мой, о чем он говорит? А здесь вот «кризис, очищение» почему нет? Окей, дорогие друзья, Александр Дашевский, компания «Испана Тур». Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Контакты компании «Испана Тур», я думаю, вполне уместно сейчас показать. Уже завершая наш диалог, давай все-таки подведем некоторые итоги. Если мы говорим о планах покупателей, вот тот, кто хотел купить, тот, кто уже присмотрел объект, как ему вести себя сейчас в текущих реалиях. Присмотрел объект, немножечко подождать, подергать за ниточки продавца, ничего не ждать, там внести какой-то первый взнос, зарезервировать, условно говоря, объект. Да, если это сейчас как-то технически можно сделать, на всякий случай. Да, это на самом деле есть такие у нас потенциальные покупатели, которые когда-то приезжали к нам, допустим, кто-то приехал в мае в прошлом году, или кто-то приехал в сентябре прошлого года. Мы с ними ведем переписку, и они уже определились на какой-то недвижимость, то есть они определились, что это не квартира, это будет, допустим, бунгало. И мы начинаем в этом направлении с ними работать, и они все ждали, как бы поторговаться, потому что, ну, не хватает каких-то там условно 15% на покупку любимой недвижимости. Вот та, которая не нравится, она стоит на 15% дешевле. Та, которая нравится, она чуть-чуть дороже, и не совсем по карману, ипотеку использовать не хотят. И, конечно, в итоге сейчас действительно можно использовать вот свое пожелание, и таким способом иногда мы делаем, поехали, сняли видео на каждое там десяток объектов, и таким образом он может выбрать из тех объектов, которые когда-то смотрел, которые новые появились, можно онлайн эту работу сделать на самом деле. Но, опять же, много вопросов возникнет, открытие счета, надо непосредственно находиться здесь, а это уже невозможно. То есть так или иначе придется сюда приедать. Еще разочек, давай тогда все-таки, ну, опять же, подытоживая наш разговор, твой, ну, давай так, среднесрочный прогноз на текущее лето, в случае, если границы открывают, ну, как-то начинают, ослабление начинается в мае, и они там, скажем, в июле уже, ну, все, более-менее жизнь налаживается. И второй вариант, когда все лето, границы закрыты, и... По-первых, позитивные, давай позитивные, я вам скажу, по-позитивному. Давай, давай, у меня было предположение, у меня было предположение, мои расчеты и аналитика, которую я делал, то предполагал так, что когда в мае у нас откроются границы, условно, 31, 30, 29 мая откроются границы, и народ начнет сюда приезжать в нашу сторону, то, в принципе, приедут, я считаю, умные люди. Если ничего, опять же, сегодня не поменяется за ближайшие две недели, и все стабилизируется, приедут умные люди. Почему? Потому что те люди, которые никак не решались приехать купить недвижимость, или те, которые хотели с какой-то скидкой приехать купить недвижимость, те, которые хотели что-то сэкономить, вот это время как раз для покупки. Почему? Потому что в ближайший месяц, два-три, продавцы будут немножко нервничать, с ними легче будет договориться, если говорить о вторичном рынке. Продавцы первичного рынка будут более лояльны в подарках, они будут дарить вам всю мебель, придать, что-то, поэтому и технику придать. То есть, вот время, я думаю, что можно было бы использовать, если мы говорим, если могут приезжать все к нам в Испанию на все лето. Соответственно, все лето и сентябрь, октябрь включительно, вот эти пять месяцев, как раз-то тот период, где можно как раз использовать и купить недорого. Если же мы говорим о том, что ну закроют все, ну тогда я предполагаю, что надо просто готовиться к покупке, опять же, общаться с компаниями, которые вас будут вести, выбрать какую-то одну компанию успешную, посмотреть, как они позиционируют себя в интернете, сколько у них сотрудников, от этого тоже зависит качество работы на самом деле. Компания, которая состоит из одного-двух человек, поверьте, никуда не сможет сделать хорошо, качественную работу, потому что не может один человек показывать видео, продавать недвижимость, делать документы, открывать счета, но физически это невозможно. Соответственно, найти такую компанию, где это все есть, и начинать с ними переписку, работу, подготовку, задавать вопросы, они будут присылать полезную информацию, они будут присылать законы Испании, изменения актуальные, новые объекты, которые ценноизменились. Например, если вы работаете с каким-то менеджером, он сразу говорит, вот на эту квартиру пришла скидка там на 15%, ну почему нет, хорошо, и когда только границы открываются в сентябре или в октябре, дай бог, у вас есть уже большая база в голове знаний, которые помогут вам выбрать хорошо недвижимость, самое главное, качественно и недорого. Окей, и тогда давай уже совсем в завершении пробежимся по трем объектам, которые, ну мы выбрали из большого числа тех объектов, которые ваша компания представляет, буквально несколько комментариев, ну три типовых варианта на Коста-Бланке. Вот у нас вариант номер один, таунхаус, если я правильно понимаю, это в районе то ли Ариала Коста, то ли Теревьехи. Ариала Коста, это красивый комплекс, ариала Коста, таунхаус, это, скажем так, дом на два этажа, ну все многое знают, по переводе с английского это городской дом. В среднем это три спальни, две ванные комнаты, бывает три ванные комнаты, и наверху терраса большой солярий. Цена категория вот такая, даже можно на сегодняшний день найти таунхаусы по 200 тысяч, и 195 были предложения на самом деле. На вторичном рынке таунхаусы, которые, скажем так, двух-пятилетней давности, есть предложения по 190 тысяч даже, вот такого же образца, вот как сейчас. Какая площадь там примерно, хороший таунхаус? Ну вот, 100 квадратных метров, здесь указано 98, колеблется 90, 115 квадратных метров, не больше. Но опять же, тут терраса, тут написано 15 метров террасы, бывает терраса и по 30, по 50 квадратных метров, хотя террасу обычно ее не считают. Окей, смотрим второй объект, роскошная вилла с бассейном. Мы, кстати, вот, по-моему, в одном из роликов у нас... Да, совершенно верно, мы здесь с тобой были, очень хорошая Сюдаткистада, очень хорошая, красивая вилла, здесь такие высокие гостиные, высокие потолки до 5 метров, качественный собственный бассейн, район, я его называю район русских генералов, так как там большое предложение, много приезжали покупать богатые, так скажем так, богатые люди, которые работают в правительстве России. Вот здесь тоже покупают... Да ну, сейчас уже они никуда не приезжают. Правительство городов назовем, не так, не Россия, правительство городов, вот так назовем, да? И вот они покупают здесь недвижимость, в таких вот городах, как Сюдаткистад, он считается таким одним элитным домом. И этот дом очень даже качественный, я вам скажу, во-первых, видовой отсюда видно и вид на море, вид на озеро, где он рядом находится, ну и территория парки, зеленые зоны, магазины очень так развиты. Ну окей, и смотрим третий вариант, это уже очень похоже, кстати, на нее, но похоже тут еще повеселее, корчанка. На этот дом цена только из-за того, что находится она в городе, у нас в другом городе, в городе Бенидорме, цена на нее 500 тысяч. Во-первых, при покупке данной недвижимости можно получить вид на жительство в Испании, так называемую золотую визу с правом на работу, это первое. Второе, здесь, конечно, красивые, шикарные виды, зона хорошая, территория, вообще район города Бенидорма, это Костобланка, север, так называют его еще. Это очень дорогой район, и там покупать недвижимость очень престижно. Ну и тогда давай еще такой вопрос. Если мы говорим о бюджетных вариантах, поскольку юг Костобланки, он безусловно славен и популярен в значительной степени, да, и тем, что там есть совсем в испанском смысле, курортном смысле, варианты бюджетные. Понятно, за 20, за 30 ничего не купишь, но там 70 тысяч евро цена уже вполне себе достойная. Если мы говорим о пороге входа на более-менее интересный объект, который пусть не в этом году, но в дальнейшем уж точно можно сдавать, который будет более-менее ликвиден, текущая цена, сколько это может быть? Это вот те же самые 70 или все-таки сейчас уже можно тоже чуть-чуть подешевле, учитывая текущие обстоятельства, сыграть? Давайте скажем так, хорошее жилье, которое будет в хорошем состоянии, с хорошим ремонтом, скажем так, за 70 тысяч квартира, можно было купить за 70-80 тысяч квартиру в Таревьехе, с хорошим капитальным ремонтом, многие компании делали, ремонтировали старые квартиры, продавали их, да, на эти квартиры цены практически останутся. Я объясню почему. Потому что на них был просто сумасшедший спрос. Условно, на одну квартиру был спрос, ну, наверное, клиентов в 50. И эта квартира уходила после того, как открывалась продажа в течение одной недели, быстренько продавалась. То есть эти квартиры и останутся в цене, и хорошего жилья всегда будет мало, так или иначе. Но ценовая категория, так и остается, 70-80 тысяч будет хорошее жилье, 500 метров до моря, две спальни, одна ванна комната, комплексы с бассейном, с зелеными зонами, ну, примерно так, близко к центру города. Если мы говорим о недорогом жилье совсем, можно купить, конечно, с одной спальни сейчас в Таревьехе, можно будет купить и за 50 тысяч неплохое жилье. Надо будет какой-то косметический ремонт на 3-5 тысяч сделать. Ну и говорим, если говорить о таунхаусах, люди, которые не хотят жить в квартирах, но эти таунхаусы тоже можно использовать как дома. Таунхаус сейчас в снаторичном рынке, где-то десятилетней давности, состояние будет идеальное, у нас же нету зимы, и здания снаружи смотрятся как новые. Где-то в среднем можно купить сейчас таунхаус 120-170 тысяч. Это будет хорошая 3 спальни для ванной комнаты, двор будет квадратов 50-70, комплекс закрытого типа с бассейнами. Ну вот такая сегодня ценовая политика, и она, возможно, будет варениваться. Опять же, хочу сказать, хорошее жилье, которое хочет каждый купить, только хорошее, оно всегда будет в цене. То, которое в плохом районе или в плохом состоянии, понятно, можно поторговаться очень хорошо. Окей, тогда давай все-таки уточню. Ты говорил, что все равно некоторые объекты снизятся на, ну, называл цифру 20. Сейчас не буду хватать тебя за руку, что, а, вот ты сказал, там 20. Ну, неважно. Максимальная просадка из тех предложений, которые сейчас реально есть на рынке, и которые хоть как-то интересуются. Я не говорю, процент 20%. Окей, я и говорю, вот максимальная просадка из всех тех объектов, которые вот, ну, в принципе, хоть покупаются, это что? Вот какой объект может подешеветься? 15-20% просадка все равно, возможно, будет. 15-20%. Что это за объект? Что это за объект? То есть это не двушка в стадии. Я понял, я понял тебя. Да, я услышал. Ценовая категория самых популярных объектов, это, наверное, от 80 до 200 тысяч. От 80 до 120 это вторичное жилье. И все, что выше 100 тысяч до 200, это в основном, это уже первичное жилье, самое популярное на сегодня. Потому что это смотрится как новый Мерседес. Далеко от моря? То есть подешевеет больше всего то, что далеко от моря? Давай я скажу, в среднем это жилье, о котором я сейчас говорю, 500, 300 метров, 500 метров, 800 метров от моря. На самом деле, 1 километр человек идет 10 минут. Соответственно, 5-8 минут пешком на море, я не считаю, что это вообще расстояние. Даже наоборот хорошо, потому что на первой линии 6 месяцев, а то 9 месяцев в году огромное количество туристов, и там некомфортно проживало. А вот для собственного проживания идеальный вариант 500 метров. И для сдачи в аренду в том числе. Ну и перед тем, как задать последний вопрос Александру, еще буквально несколько объявлений. Итак, завтра, послезавтра и на следующей неделе мы продолжаем вебинары, посвященные тематике зарубежной недвижимости. Вот сейчас скинем контакты с странички, на которой можно будет зарегистрироваться. Завтра у нас традиционный наш вебинар-марафон сразу с пятью компаниями. Очень интересная тема и очень тоже интересные докладчики. В пятницу будем говорить о Словении. В понедельник будем говорить, уже даже не помню, о чем будем говорить. В понедельник на следующей неделе будем говорить о Мальте. Пожалуйста, подходите, регистрируйтесь, объявления будут. Хотел задать тебе, Саша, один вопрос, задам уже несколько. Во-первых, Владимир спрашивает, а почему не покупают таунхаусы за ту цену, которую вы озвучили? То есть, 190. Нет, они их покупают. На самом деле их покупают, просто есть такие предложения на вторичном рынке. Есть такие предложения, конечно, их покупают. Они появляются и уходят. Но это вторичный рынок, не новое жилье. Хотя, если новое, у нас на новом, на новое жилье 195 и 205. Это самые низшие точки, которые я назвал про таунхаусы. Самые низшие. Конечно, их покупают. Почему они еще в продаже? Да потому что комплексы строят сразу по 50, по 80 домов вот такого типа, таунхаус. Понятно, что пока продажи, оно потихонечку-потихонечку заражает. Но сейчас пока такая цена. Хотя начинали они строить по 180 тысяч. А сейчас вот уже есть. У него есть 205. Несколько общий вопрос. Но я думаю, что просто немножко давай раскроем эту тему. Насколько доступна среда для инвалидов-колясочника? Насколько сейчас все здания, объекты в Теревьехе, старые, новые, строятся с учетом этих потребностей? Тем более, что, в общем, европейские стандарты современного качественного строительства, они вроде предполагают такие возможности. Но далеко не все, что покупается на юге, было сделано в последние 3-5 лет. Новое жилье практически все сейчас строится 100% для инвалидов удобно. На самом деле удобно. У нас были клиенты, которые приезжали к нам смотреть недвижимость на инвалидных колясках, и мы заезжали с ними на объекты. Удобно. Что касаемо вторичного жилья, особенно то жилье, которое построено было 15 лет назад, перестроили практически все подъезды. В некоторых подъездах, мы даже вот ролик снимали, я показывал, в некоторых подъездах сделали такие небольшие лифты, на которые заезжаешь в подъезд, садишься, прям в коляске заезжаешь, и тебя на 2 метра поднимают уже на уровень первого этажа, и ты идешь уже в лифт. Везде есть все продумано. Где-то, конечно, в некоторых моментах неудобно, слишком крутые подъемы. На улицах, дороги везде для инвалидов сделаны просто в идеальном состоянии. Везде есть съезд, везде есть заезд для инвалидов на коляске, на пешеходных переходах, бордюров, парки, из парков к морю. Даже к морю везде сейчас законов прошлого года вообще сделали такое, это просто молодцы испанцы в этом плане. Они сделали на каждом пляже зону для инвалидов, то есть они сделали навес большой, деревянный помост, там сделали не просто ноги помыть, душ сделали для них. В зоне отдыха стоит человек-охранник, у которого есть тележка, человека садят прямо на тележке, в эту тележку инвалида, там два человека помогают, и тащат в море, его купают. Это все бесплатно за счет городских властей. Поэтому для инвалидов здесь огромных много плюсов, скажем так, для проживания. Дорогие друзья, ну и перед тем, как у нас получился очень такой эмоциональный вебинар, Саш, спасибо тебе огромное. Я, во-первых, прошу в чат контакты компании, контакты компании Испана Тур. Еще разочек давайте скинем ссылку на наш совместный проект, который был опубликован в прошлом году и вызвал довольно, чтобы приятно. В общем, мы ожидали, что так будет, но все равно, когда ожидания такие оправдываются, это всегда приятно. Проект наш, это 25 серий о видео, видео об Испании, о наших замечательных, ну таких уже русскоговорящих районах, возможно, в самом русскоговорящем районе Испании, да, даже невозможно, а точно, да, район Тарьевьехи. Можно я добавлю, я хочу сказать по поводу этого сериала. Мы этот сериал сейчас используем для наших клиентов, просто целиком посылаем эти 25 серий. И многие клиенты нам говорят, Александр, спасибо, потому что мы нашли здесь кучу ответов на те вопросы, которые мы не могли найти по всему интернету. Нам теперь не надо везде все искать. Я поэтому рекомендую посмотреть этот сериал, потому что в нем вопросы на какую недвижимость купить, где купить, в каком городе, как открыть ипотеку, как получить вид на жительство и многое-многое другое. Ну, благодаря Филиппу, конечно, который ввел весь этот сериал и организовал это. Спасибо, Филипп, тебе и вашей компании, вообще спасибо за то, что мы сотрудничаем. Я очень рад нашему сотрудничеству. Спасибо большое. Спасибо, Саш. Ну, и тогда, раз уж такая у нас эмоциональная нота, давай такое уже, может быть, не о недвижимости, а некое обращение ко всем потенциальным покупателям недвижимости в Испании, ко всем твоим коллегам, которые, несомненно, нас смотрят. Ну, сейчас действительно такое нервное время, ну, что говорить, нервное, да, то есть, конечно, хочется улыбаться, но не всегда получается. Несколько слов. Ну, я хочу на позитиве закончить и порекомендовать то, что делаю сейчас я и скажу для других, для вас, дорогие друзья. Но самое главное, продолжайте делать начатое. Для тех бизнесменов, которые открывали какое-то предприятие или у которых работал бизнес, те люди, которые работали в каком-то предприятии. Продолжайте делать начатое, потому что сложнее всего начинать с нуля, вот правда, сложнее всего. Немного надо просто потерпеть, немного успокоиться, потратить свои силы на какие-то позитивные моменты, например, потратить сейчас эти позитивные моменты, свою энергию на семью. Больше пообщайтесь с семьей, может быть, вы успокоитесь и придут новые идеи для вашего бизнеса, я больше чем уверен. И мы это тоже самое делаем. Поэтому не расстраивайтесь, все будет хорошо. Отлично. Дорогие друзья, спасибо большое. Александр, спасибо тебе. Ира, спасибо огромное. Контакты компании Spana Tour перед вами. Можно связаться по завершении, можно связаться на следующий день. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Нам очень приятно. Значит, мы не просто так провели этот час-пятнадцать минут. Все будет хорошо. К сожалению, не всегда можно говорить, что прямо сейчас все хорошо, но жизнь продолжается. Здоровья вам всем. До встречи на наших вебинарах, до встречи в России, до встречи в Испании. Будем очень рады новым встречам с вами. Еще раз спасибо, еще раз здоровья. Александр Дашевский, Spana Tour, Филипп Березин, Приандру, недвижимость за рубежом. До свидания. Спасибо. Друзья, я хочу сказать, ситуация, любая ситуация, это не то, что происходит с вами, а то, что как вы к ней относитесь. Относитесь к этому позитивно. Удачи!